Шоколадка для мамы Борис Сергеевич заехал в супермаркет по пути на дачу к компаньону, куда его пригласили вместе с невестой на шашлыки. Изначально он хотел пригласить Анжелу в ресторан отметить 8 марта, но когда она узнала о приглашении на дачу, убедила, что так они проведут время еще и с пользой. На даче будет много полезных людей, с которыми невеста директора крупного холдинга мечтала давно познакомиться. Борис купил подарок для Анжелы заранее, вернее, заказал красивое колье, которое сейчас лежало на заднем сиденье в красиво упакованной коробочке. А заехав в супермаркет за коньяком, он решил купить еще букет цветов и шоколадку, зная, что Анжела обожает шоколад, хотя умудряется и фигуру сохранять идеальной. Подойдя к стеллажам с шоколадом, Борис Сергеевич удивленно приподнял брови. Полки были почти пусты. Ну, правильно, 8 марта – женский день. Лежали в основном дешевые плитки, на которые Анжела даже не смотрела никогда. Но Борису удалось заметить на верхней полке в дальнем углу одну единственную плитку элитного, не из дешевых шоколада. Потянувшись, он достал ее, но тут кто-то ухватил его за рукав. Обернувшись, Борис увидел мальчишку лет восьми, шмыгающего носом. «Дяденька, отдайте мне, пожалуйста, эту шоколадку!» Ребенок чуть ли не плакал. «Я маме подарить хочу! На праздник! Пожалуйста!» «А почему бы тебе не взять другую шоколадку? Вон, есть ведь еще разные!» – спросил мужчина озадаченно. «Ну, мамка эту шоколадку видела в рекламе. Я заметил, как она смотрела на нее. Она такую никогда не пробовала даже». «Ну, хорошо, держи!» Борис пожал плечами, решив, что Анжела без шоколадки точно не пострадает. Уж она-то не только этот шоколад пробовала. Для нее Борис ничего не жалел никогда. Мальчишка схватил плитку в красивой обертке и, сияющими глазами посмотрев на Бориса, побежал в сторону касс, не забыв поблагодарить мужчину. Борис Сергеевич последовал в том же направлении. Подойдя к кассе, он увидел, как мальчишка достает из карманов мелочь. Рубли, пятидесяти и десятикопеечные монетки, несколько по пять рублей и по десять. «Тетенька, посчитайте, пожалуйста, хватит ли у меня на эту шоколадку?» Попросил мальчишка жалобно, утерев нос рукавом. Кассир с пренебрежением взглянула на юного покупателя. «Да я и так вижу, что здесь и на треть этой шоколадки не наберется, поэтому сгребай богатство свое обратно в карман, а шоколад оставляй». «Но мне очень надо!» Нижняя губа пацаненка начала подрагивать, а из глаз собрались брызнуть слезы. Он всхлипнул громко, но сумел сдержать эмоцию. «Посчитайте, тетенька!» «Я тебе что, непонятно сказала? Нет здесь такой суммы. Не создавай затор, а то охрану позову!» Начала раздражаться молодая женщина краснее. «Ну-ну-ну!» Вмешался в разговор Борис Сергеевич. «С праздником!» Учтиво склонил голову, и женщина растянула губы в улыбке. А Борис продолжил. «Мальчик хочет купить шоколадку. Продайте, пожалуйста!» Он вытащил свою банковскую карту и, рассчитавшись, велел мальчишке собрать свои деньги, подмигнув и сказав, что они ему еще пригодятся. Тот недоверчиво посмотрел на мужчину, собрал монеты в ладошки, засунув шоколадку в карман и протянул деньги мужчине. «Возьмите! Я должен заплатить!» «Ничего ты не должен!» – похлопал его Борис по плечу. «Это подарок!» Оплатив свои покупки, Борис Сергеевич взял пакет и направился к выходу. А мальчишка все не отставал. «Дяденька, пожалуйста, возьмите мои деньги! Я ведь сам хотел маме подарок сделать! А теперь, выходит, это вы шоколадку подарили!» Борис остановился и внимательно посмотрел на мальчишку. «Тебя как зовут?» Спросил и с грустью выдохнул. С одной стороны, было жаль ребенка, с другой, он вел себя очень достойно. Хотел подарок маме сделать. «Игорек!» – ответил малыш и добавил. «Я хотел сначала мамки на лекарства накопить. Находил монетки на улице. Иногда мне бабушки-соседки давали рубли, когда я для них хлеб покупал. Но баба Вера сказала, что на лекарства я не накоплю, на них всю жизнь копить придется. Поэтому я решил пока шоколадку купить. Праздник ведь! А на лекарства я заработаю. Вот найду работу и куплю для мамы все, что нужно!» «Похвально!» – кивнул Борис. «Ну а меня зовут дядя Боря. Скажи-ка, Игорек, а какие лекарства твоей матери нужны?» «Не знаю!» Игорешка пожал плечами и снова шмыгнул носом. «Врачи сказали, что они дорогие, а другие мамки не помогут. Она говорит, что если бы ее с работы не уволили, то и не заболела бы она, и жили бы мы, как и все. А теперь плачет постоянно. Я думаю, что шоколадка поможет ей настроение поднять». «А за что ее с работы-то уволили?» – спросил Борис. «За просто так! Мамка сказала, что она дорогу перешла кому-то!» – пожал плечами Игорь. «Она потом работу не могла хорошую найти, только на базаре овощи могла продавать, и когда под холодным дождем целый день простояла, заболела от этого». «Послушай, Игорек, а давай-ка вместе маму твою поздравим? Я узнаю у нее подробности и, возможно, помогу, чем смогу». «Хорошо!» – кивнул мальчишка. «Мы тут рядом живем, за углом!» Борис поставил пакет в багажник автомобиля и, взяв с собой букет, который хотел подарить Анжеле, отправился следом за Игорьком. В квартире встретил запах безнадеги. Вроде бы уютно было, чисто, но не было тепла, которое бывает в доме, где хозяйка счастлива. «Сынок, ты где так долго был?» – услышал Борис женский голос, и брови сдвинулись непроизвольно, будто он пытался что-то вспомнить. Откуда ему был знаком этот голос? «Я с дяденькой пришел», – ответил сын, снимая ботинки, и добавил. «Он добрый! Он хочет помочь!» «С каким дяденькой?» – заволновалась женщина. «Подождите!» Борис остановился на пороге, и когда через пару минут мать Игорька позволила пройти, он несмело зашел в комнату с букетом в руках и со словами «С праздником!» замер на пороге. «Вы?» – спросил уже тише. «Борис Сергеевич?» Хозяйка, сидевшая на диване, попыталась привстать, но не сумела. «Я сегодня устала уже», – пояснила она. «Долго не могу ходить, дышать тяжело». «Ну что с вами, Ирина Александровна?» Он взял стул и, поставив его рядом с диваном, присел, приготовившись слушать. «Да вот не думала даже, что такое случится. Простыла сильно. С легкими теперь проблемы. А вы как тут оказались? Зачем?» «Случайно», – выдохнул Борис Сергеевич и тут же задал вопрос. «А как же так случилось, что вы без работы остались? Мне сказали, что вы уволились из нашей фирмы из-за более выгодного предложения, даже без отработки попросили». Ирина Александровна горько усмехнулась. «Анжела Вячеславовна сказала, так она же и уволила меня. Без этой самой отработки, да еще негативную характеристику отправила по всем площадкам для работодателей. Так что я осталась совсем без работы». Борис Сергеевич привстал и снова сел, потер виски и посмотрел внимательно на женщину. «А можно поподробнее? За что она вас уволила? Почему вы мне ничего не сказали?» «А что я могла вам сказать?» Вздохнула Ирина Александровна и прикрыла глаза. На лбу проступила испарина пота, и она, извинившись, прилегла. «Своей невесте вы поверили бы больше. А она предупредила, что если я посмею вам пожаловаться, то она на меня недостачу повесит такую, что не только рассчитаться не смогу, так еще и за решеткой окажусь». «Это вы точно про Анжелу говорите, Ирина Александровна?» «Но вот, видите, вы даже в это поверить не можете». «Да нет, я просто осознать пытаюсь. Анжела мне сказала, что вы сами попросили отпустить без отработки. А я даже мысли допустить не мог. Но это мелочи», встрепенулся мужчина. «Скажите лучше, какие вам нужны лекарства и можно ли купить в простой аптеке?» «Нет, мне сказали, что в Москве только можно купить. И стоят они очень дорого. Мне и не снились такие суммы». «Скажите название», – попросил Борис тоном, не терпящим возражения. «Вон там, на столе», – кивнула бывшая сотрудница. «Рецепт». Борис Сергеевич поднялся, взял со стола бумагу, быстро пробежался взглядом и, набрав чей-то номер, попросил срочно передать с курьером нужное лекарство. «Вечером лекарство будет у вас, Ирина Александровна. Очень надеюсь, что вы быстро поправитесь. Если что-то будет нужно еще, я всегда буду на связи». Он взял со стола ручку, блокнот и, записав свой номер, сказал Игорьку, который все это время сидел тихо, как мышонок. «Игорек, если что-то понадобится, ты сам звони мне, хорошо?» Мальчик согласно кивнул, а Ирина Александровна принялась благодарить своего бывшего начальника. «Не за что меня благодарить», – сделал он жест рукой. «Я искренне надеюсь, Ирина Александровна, что как только вы восстановитесь, вернетесь на работу к нам в офис. С сегодняшнего дня для Анжелы там места не будет, не переживайте». «Но я не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы с невестой», – возразила женщина, но Борис не дал ей договорить. «Мне сейчас нужно уехать, а вечером я вас навещу, если позволите». Он собрался уходить и вдруг, мельком взглянув на фотографию, стоящую в рамочке на трюмо, остановился, взял фото в руки и, внимательно разглядев его, спросил. «Откуда у вас моя фотография? Ирина Александровна». «Это и моя фотография», – ответила спокойно женщина. «Не понял». Борис Сергеевич задержал на ней взгляд. «Неужели это...» «Да, это я», – постаралась улыбнуться Ирина. «И наша с вами случайная встреча». Борис на мгновенье унесся в тот далекий год, когда ему пришлось лететь на конференцию в Сочи. Там он и познакомился со вчерашней студенткой, которой после получения диплома родители подарили путевку на море. Для него это был мимолетный роман, всего-то три дня и три ночи. Но потом он часто вспоминал эту наивную девчонку, простую и нежную, каких он больше не встречал. «Ну, где твоя коса, Иришка?» – спросил он. «У тебя ведь была длинная русая коса». Он вспомнил ту девчонку на морском берегу в темно-синем купальнике с русой косой, перекинутой через плечо. И вспомнил серьезную молодую женщину, что пришла через несколько лет после этого к нему на собеседование в сером деловом костюме со стрижкой коры, выкрашенной в черный цвет. «А ведь он ее совсем не узнал!» Обрезала косу вместе с наивными мечтами. Просто ответила Ирина Александровна. «Вы только не думайте! Я тоже не знала, что иду устраиваться на работу к вам, но когда поняла, что вы меня не узнали, решила промолчать». «Иришка, Иришка!» – покачал головой Борис Сергеевич. «Ну да ладно, вечером поговорим». Он поспешил к выходу, а Игорек в это время бросился к матери, вручив ей шоколадку. «С праздником, мамочка!» Он обнял мать и пояснил. «Это дядя Боря купил шоколадку, чтобы я тебе подарил. Она очень вкусная, а дядя Боря добрый». «Дядя Боря добрый». Ирина Александровна вздохнула, смахнув слезу, и поцеловала сына в макушку. «А давай-ка мы с тобой вместе съедим эту вкусную шоколадку. Беги, чайник ставь!» Игорек убежал, а Ирина взяла фото с трюмо и окунулась в прошлое. Эту встречу она не забудет никогда. Тогда на Черноморском побережье она впервые влюбилась в первого встречного и по сей день не может разлюбить его. Они провели вместе всего трое суток, но как счастлива она была. А потом он просто уехал, не попрощавшись, не обменявшись контактами. Ирина не могла его забыть, а когда пришла устраиваться на работу после декретного отпуска, увидела его в кресле директора и обомлела. Однако Борис не узнал ее, и она решила, что сама судьба приготовила ей эту встречу. Для нее достаточно было просто видеть его, слышать голос. «Мама, я чай приготовил!» Сынишка закатил в комнату столик, на котором стояла ваза с цветами, подаренными Борисом, чай и шоколадка на тарелочке, разломленная на кусочки. «Какой ты у меня взрослый!» Ирина Александровна даже лучше чувствовать себя стала после встречи с Борисом. Как же она скучала по нему. Борис Сергеевич, выйдя из квартиры Ирины, тут же позвонил компаньону, сообщив, чтобы его не ждали. Сам поехал к Анжеле. Женщина ждала его во всеоружии. Новое платье, прическа, свежий маникюр. Она буквально сияла, когда Борис зашел в ее дверь. «А я уже готова!» С широкой улыбкой на губах произнесла Анжела и потянулась, чтобы поцеловать Бориса, но он отстранился от нее. «Анжела, почему ты обманула? Почему уволила Ирину Соловьеву без моего ведома?» «Значит, она тебе все рассказала?» прошипела Анжела. «Стерва!» «И ты поверил ей?» «Борисик, а может, ты был у нее не единственным, и родила она бог знает от кого?» «Зачем так слепо доверять какой-то...» «Что ты сказала?» «Борис схватил Анжелу за запястье рук. Кто родила кого?» «И тут Бориса осенила мысль, как будто вся жизнь пронеслась за мгновенье. Они ведь отдыхали в Сочи девять лет назад, а Игорьку сейчас лет восемь. Так выходит...» «Говори!» скомандовал Борис и усадил Анжелу в кресло. «Что говорить?» Анжела быстро поняла, что молчать бесполезно, иначе Боря с нее душу вытрясет. «Я не хотела, чтобы ты узнал, что у нее ребенок». «Но с чего ты взяла, что ее мальчик мой?» «Да, я случайно в ее телефоне фото сына увидела. Он же на тебя с детских фото похож. Наняла детектива, и он сумел выяснить, что ты эту кулему в Сочи закадрил когда-то. Потом она ребенка родила. Но я же знаю, как ты сына хотел. Вот и решила убрать ее со своего пути». «Какая же ты глупая, Анжела!» «Ты даже не подумала о чувствах других. Но на обмане счастье никому не удавалось строить. Разве ты не знаешь?» «Ты обещал на мне жениться!» Анжела злилась, начиная понимать, что все уже потеряно. «Я обещал, но также не скрывал, что нет любви к тебе, что этот брак у нас мог быть лишь по расчету, как отец твой предложил. Но если б ты сказала правду, то мы могли бы стать хотя бы просто компаньонами с твоим отцом и не портить с тобой отношения. Теперь же для тебя нет места ни в моей жизни, ни в моей компании. А с твоим отцом я буду вынужден прервать предварительные договоренности. И не обижайся. Из-за тебя мой сын мог и без матери остаться, если бы не случай». «Да ты убедись сначала, что сын твой!» – закричала Анжела. «Может, этот детектив что-то напутал? Он ведь ДНК не делал! Назлого ее подружке поверил!» «Ты сама сказала, что Игорек – моя копия с детских фото! Как я сам-то это не заметил!» Борис развернулся на месте и быстрым шагом вышел за дверь. Он шел пешком по городу, прокручивая в голове такую неожиданную новость. А вечером, когда ему сообщили, что лекарства для Ирины Александровны уже в городе, он сам забрал пакет и отправился по знакомому адресу. «Почему ты мне не сказала про сына?» – спросил Борис, сидя рядом с женщиной, которую так часто вспоминал. «Зачем? Ты ведь сбежал тогда, а я совсем не знала о тебе ничего. А когда пришла в твою фирму работать, все шептались о том, что к тебе и приближаться нельзя, иначе Анжела растопчет. Я ей не приближалась, а она все равно растоптала. Я тогда должен был срочно вернуться в город из-за проблем в бизнесе. И да, признаюсь, наша связь была для меня мимолетной. Но уехав, я понял, что ты запала в душу. Быстро уладил дела, через пару дней вернулся в гостиницу, где мне сказали, что ты съехала раньше срока. Я хотел тебе предложение сделать. Купил кольцо. Он вытащил из кармана бархатную коробочку и, открыв, протянул на вытянутой ладони. Хранил его все эти годы. Адрес твой мне раздобыть удалось, но когда приехал, тебя и там не нашел. Жильцы сказали, что не знают, где тебя искать, и вообще тебя не знают. Да, я была прописана в квартире бабушки, которая с нами жила, а ее квартиру мы сдавали. Но как же я мог тебя не узнать? Ты так сильно изменилась за несколько лет. Родители, когда узнали про беременность, выставили меня из дома. Вот и пришлось стать слишком серьезной и слишком самостоятельной. Нашла работу, сняла комнату о одинокой старушке, ухаживала за ней. Потом родился Игорек, тяжело приходилось. Потом бабушка моя умерла, оставила квартиру в наследство мне и отцу. Мы ее продали, и я смогла за свою долю купить вот эту квартирку. Хоть и маленькая, но нам с сыном хорошо и так, а с родителями так и не общаемся. — Печально, — с грустью произнес Борис. — Но теперь все будет хорошо, я обещаю. Из-за двери нетерпеливо выглядывал Игорек, слышавший разговор, и как только мать его позвала, он тут же бросился на шею Борису. В тот же вечер Борис забрал Ирину с Игорьком в свой дом. Женщина быстро пошла на поправку, а как только она полностью выздоровела, они с Борисом узаконили отношения. Игорек был самым счастливым на свете. Теперь у них с отцом была традиция каждый год на 8 марта покупать для мамы ту самую шоколадку, ведь именно она подарила ей столько радости.